Хорошая и плохая новость от Дмитрия Попова. Первая, регион вернулся к доковидным темпам смертности, снизив показатели. Плохая, рожать мы тоже стали меньше. 16 тысяч детей за год, вдвое меньше, чем на пике рождаемости. Сегодня уже по итогам 11 месяцев родилось на 700 детей меньше, более чем на 700 детей меньше, нежели чем в 2022 году. И это сказывается серьезным образом, сказывается на организацию медицинской помощи, маршрутизацию беременных женщин по группам риска. Это влияет и на сокращение количества родильных отделений и на последующее распределение специалистов по муниципальным больницам и поликлиникам. Министр привел статистику. Население 34 районов края меньше 20 тысяч человек, 10 районов меньше 10 тысяч. Нормативы на численность одной ставки считаются на узкого специалиста на 20 тысяч населения. И будет ли он на 0,75 ставки работать или будет он по совместительству другие специальности совмещать. В связи с этим обучаем по смежным специальностям, в первую очередь терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров, гинекологов. Осложняя ситуацию физическая нехватка специалистов. Сейчас в крае нужны полторы тысячи врачей и три тысячи средних медработников. В Минздраве надеются, что кадровое падение должно остановиться. Число медсестер стало сокращаться медленнее, а врачей за год стало больше на 80 специалистов. При влечении у кадров способствуют меры поддержки, признался министр. И сказал, что в 2024-м увеличат набор в среднем медучреждения на сотню человек. Оборудование более чем на 500 миллионов – это федеральный бюджет, и 640 миллионов рублей – это краевой бюджет. В этом году все закупки у нас осуществлены. В срок поставлено оборудование – это и лучевое оборудование в части рентген-аппаратов, флюорографов, маммографов. Соответственно, введено все в эксплуатацию. Также в 2023-м построили новую поликлинику в Алтайском районе, инфекционное отделение в Павловском, врачебную амбулаторию в Ганьбе. В следующем году власти намерены ввести в Барнауле 14-ю поликлинику и построить подразделение 9-й, возвести медучреждения в Зональном и Смоленском районах и начать стройку межрайонных поликлиник в Камни-Наби и Алейске. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.